Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Начинается новый месяц, ну и самые горячие темы, которые сегодня будем обсуждать, это рост серебра, данного попытка трейдеров с портала Reddit разогнать и этот актив. Также мы поговорим о прошлой неделе сезона отчетов, именно как закрылся январь, ну и также обсудим ключевые события, к примеру, также продолжение слухов о слиянии с Chevron и ExxonMobil. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, ну и ваши вопросы, как всегда оставляйте в комментариях. Итак, ключевая тема последних дней, это активный рост серебра. Давайте вместе посмотрим сначала на график, затем также обратимся к тому, что же вызвало данный скачок роста по данному активу. Серебро сейчас торгуется на локальных максимумах, на максимумах примерно с августа, ну и если посмотреть, конечно, месячный таймфрейм, то мы, собственно, находимся вблизи локальных максимумов, конечно, не исторические максимумы, но подходим к ближайшему значению, которое мы видели за последние, ну, пожалуй, уже 7 лет. Что же стало причиной? Причиной стал тот же самый портал, да, социальная сеть Reddit, где есть группа трейдеров, которые как раз на прошлой неделе разгоняли акции компании GameStop и многие другие компании для того, чтобы как раз сыграть на ситуации Short Squeeze. Собственно, подобное они попытались провернуть и в этот раз. Серебро выросло за последние несколько торговых сессий на порядка 25%, да, от локальных максимумов до локальных минимумов. Конечно, здесь важно понимать, что объемы здесь колоссальны и ситуация вновь неординарна. Плюс также растут компании, которые занимаются добычей серебра и также, например, ETF на серебро тоже, соответственно, растут. Ну, все, собственно, растет все, что связано с серебром. Вопрос в том, опять же, стоит ли заходить, да, ну, на мой взгляд, это крайне опасно. Опять же, если вы уже были в позициях серебра, да, если у вас были уже активы, то, возможно, имеет смысл зафиксировать данный стремительный рост. Но попытаться продавать, да, или попытаться заходить сейчас на локальных максимумов, становится не самая оптимальная. Ну, я нахожусь в позиции по золоту. Вполне вероятно, что золото тоже что-то перепадет и мы увидим тоже активный рост по данному инструменту. А возможно и нет, да, мы точно абсолютно не знаем и не стоит использовать эту ситуацию как возможность быстро заработать 20-25%. Это может вылиться как раз в более большие убытки. А также еще одна из новостей, которая поступила, это продолжение переговоров слияния компании ExxonMobil и Chevron, которая может стать одной из самых крупнейших нефтедобывающих компаний. Но, собственно, эти переговоры начались еще в прошлом году, но от комментариев пока представители компании воздерживаются. Здесь тоже важно понимать то, что сейчас при администрации Байдена вряд ли это слияние может возникнуть, потому что разбирательство антименопольного комитета здесь может занять достаточно долгий период. И, в принципе, демократы они не за то, чтобы делать какие-то подвышки, опять же, в нефтяном секторе. Мы помним, что Байден за зеленую энергетику. Здесь, конечно, вероятность этого слияния выглядит не факт, что это произойдет при Трампе. Возможно, да, вероятность этого была бы выше. Но пока переговоры приостановились и уже, напомним, Байден приостановил строительство трубы Keystone XL, лишив тем самым тысячи рабочих мест. Ну, будем следить, опять же, за этим. По заявлениям компании данное слияние направлено на то, чтобы снизить издержки. Ну, в принципе, мы с вами помним, что была такая компания Standard Oil, которая была впоследствии раздроблена на много других компаний. Опять же, из-за того, что компания имела существенный вес, именно имела монополию на добычу нефти, на производство нефти. И сейчас вот мы видим такую обратную ситуацию. Также по сезону отчетов, да, на сайте портала FactSet, есть информация уже по январю, по итогам января. Мы видим то, что компании, которые отчитывались, да, и на большей части продолжается сезон отчетов, показывают довольно-таки неплохие результаты. Многие компании превосходят как раз ожидания. Ну, сейчас отчитались на текущий момент порядка 37% компаний, входящих в индекс S&P 500 и 82% заявили о росте дохода на акцию. Это 82% из этих компаний. Больше всего это технологичный сектор. Да, здесь мы видим больше 90% позитивных, ну, то есть лучших ожиданий. Сектор health care, финансовый сектор. Ну, а хуже всего, собственно, здесь utilities. Это ЖКХ, ну, также энергетика и real estate. Собственно, ну, по утилити здесь все понятно. Здесь вряд ли что-то сильно можно ожидать. Это уже сильно не двигается. А вот по энергетике вполне вероятно, что дальше мы увидим какое-то движение. Потому что на этой неделе также будут отчитываться компании. Ну, сразу же, раз уж мы заговорили о том, что нам ожидать на этой неделе, отчитается Google, Amazon, Alibaba, Snap, ExxonMobil, Biogen, Pfizer. И многие другие. Так как, да, сезон отчета продолжается. Еще не все компании отчитались. Поэтому тоже за этим будем пристально следить. Ну, а в целом, если говорить о текущей ситуации на рынке. В целом, если мы посмотрим на индекс S&P 500. Мы видели довольно-таки хорошую коррекцию. Да, которая дает возможность закупиться по более низким ценам. Порядка 5% S&P 500 снижался с конца января. Сейчас уже подрастает на премаркете. Поэтому сейчас вполне вероятно, что эта коррекция тоже может завершиться. И нужно брать это тоже во внимание. Локальный меню, который показывали сегодня. Это область 3664. Сейчас с открытия индекс S&P 500 продолжает расти. Что нас ожидает из ключевых событий на этой неделе? Сегодня выйдет индекс менеджер по закупкам в производственном секторе по США. Завтра по Европе будут опубликованы данные по ВВП. Также по США выйдет индекс менеджер по закупкам вне производственном секторе. В четверг решение Банка Англии по процентной ставке. Также выступление Банка Англии Бейли. Ну и пятница. Ключевое событие, которое завершится неделя. Это изменение числа занятых в сниженском и хозяйственном секторе. Первая пятница каждого месяца. Поэтому, безусловно, будем следить также за этим событием и держать это во внимании. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит по основным активам. Начнем мы с евро-доллара. И я также расскажу о том, что я планирую делать. Евро-доллар неплохо корректируется. В принципе, здесь я готовлюсь к тому, чтобы рассматривать для себя возможности для входа на покупку по данному инструменту. Прошу прощения. Соответственно, сейчас евро-доллар корректируется в область 1.20. И с этих уровней я бы для себя как раз возможность входа рассматривать. Сейчас мы видим такое активное снижение. В целом, если мы посмотрим по евро-доллару сейчас, то евро смог закрепиться выше максимальные значения, которые были сформированы как раз в четверг. Что, в принципе, нас приводит в фазу восходящего движения, то есть возобновления роста по данному инструменту. И здесь я тоже присмотрюсь к тому, чтобы войти покупки по евро-доллару, возможно, даже в ближайшее время. И пока здесь я отложенные ордеры выставлять не буду, но вполне вероятно, что сделаю это в ближайшее время, потому что предпосылки на восстановление роста здесь как раз есть. И стоп я буду убирать за локальный минимум, которые были 18 января, 27 января. По британской валюте здесь мы видим также продолжение восходящего движения. Здесь активно ничего не меняется, мы не видели здесь серьезной коррекции, поэтому пока этот инструмент оставляю для дальнейшего изучения. По паре американский доллар, канадский доллар на дневном таймфрейме мы с вами видим то, что также валютная пара неплохо скорректировалась, общий тренд сохранится нисходящий, поэтому здесь приоритет также сделки на продажу. Поэтому здесь я для себя поставил отложенный ордер после того обновления локальных минимумов, которое было в пятницу. Соответственно, здесь отложенный ордер у меня стоит по цене 1.2830. Соответственно, если туда мы в течение сегодняшнего дня скорректируемся, то в данную валютную пару на продажу тоже я был бы готов войти. Стоп лосс у меня, соответственно, за максимум 28 января. По паре американский доллар, японская иена здесь пока у нас активно продолжается рост, активно продолжается восходящее движение. Мы видим, что уже актив несколько перекуплен, поэтому здесь я тоже готовлюсь уже к тому, чтобы отгрывать продажи. Но пока здесь сигнала на возобновление нисходящего движения не произошло. Скорее всего, это произойдет только завтра, поэтому за доллар и иены также я продолжаю следить и держать ее во внимании. Пара американский доллар, австралийский доллар к американскому доллару продолжает нисходящее движение. Были попытки завершения данного восходящего движения, но пока опять же сигнала к возобновлению роста здесь не произошло. Также мы довольно-таки неплохо скорректировались, и даже с текущих уровней я бы тоже рассматривал для себя вход. Но обязательно ждать локального подтверждения на часовом таймфрейме, которого пока здесь не произошло. По новозеландцу, также здесь я для себя бы рассматривал входы из области 71.01. Соответственно, здесь первое это закрепление выше локальных максимумов. То есть, если мы посмотрим здесь на пятницу, в пятницу мы смогли это увидеть. В пятницу она закрепилась выше максимальной значения, которая была в четверг. Поэтому фактически здесь можем ожидать возобновления роста. Но опять же здесь важно понимать, где войти. Область поддержки находится в области 70.93. То есть, сюда я бы убирал как раз стоп-лосс за минимальное значение 18 января. Ну и основная задача, конечно же, войти как можно ближе к данному уровню. Чтобы это было максимально комфортно. Поэтому по новозеландцу тоже к данной ситуации присмотрюсь. Золото. Золото продолжают держать. Продолжают держать покупки. И, соответственно, входил я еще на прошлой неделе. Поэтому пока ситуация на укрепление золота у меня сохраняется. Вошел я довольно-таки неплохо. Практически по минимальным ценам, которые были 28 января. В пятницу была очень хорошая волатильность. Мы обновили локальный максимум за последнюю неделю. Но не ушли выше максимальных значений, которые были 21 января. Именно там сейчас я вижу ближайшую цель по движению по, соответственно, золоту. Уход выше отметки 1875. А сейчас также, возможно, от волатильности на сервере золото тоже что-то перепадет. Но будем тоже за этим следить. Пока стоп-лоссы я не перемещал. Стоп у меня находится пока на прежнем уровне. По индексам. Индекс DAX отыгрывает то падение, которое было. Поэтому здесь также вполне вероятно, что мы в ближайшее время вернемся уже непосредственно к восходящему движению. Мы можем следить за этим. Мы можем следить как раз на часовом таймфрейме. Но пока этого изменения не произошло. Поэтому каких-то дополнительных действий пока я производить не буду. Но вполне вероятно, что на позитиве сегодня европейская сессия, американская сессия, возобновление роста по индексам тоже мы можем увидеть. Ну и если мы говорим о индексе S&P 500, также, как я уже сказал, была довольно-таки неплохая коррекция. Порядка 5%. Поэтому здесь это также довольно-таки интересно для того, чтобы рассмотреть вновь покупки по индексу S&P 500. Сейчас я жду закрепления выше, по крайней мере, максимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Ну или уже закрепления завтра выше, максимальных значений понедельника, то есть сегодняшнего дня. И после этого уже буду принимать решение. Пока с точки зрения часового таймфрейма мы все еще находимся в нисходящем движении. И сделки пока здесь я не... ну отложенные ордера я пока не устанавливал. По нефтемарке Brent, в принципе, 2 января была в таком довольно-таки вялом боковике. Да, 54, 50, 56, 40 мы торговались. Даже иногда доходили до отметки 57. Но, соответственно, пока здесь общий настрой сохранится в исходящей. Поэтому, опять же, если вы для себя торгуете за этот инструмент, то пока покупки все еще остаются в приоритете. И за ними тоже нужно следить. Неделя обещают быть тоже довольно-таки активной. Возможно, что-то эта группа трейдеров с портала Reddit учитит еще. Да, и возможно, это повлияет тоже на наши акции, которые мы держим. Но продолжаем следить за сезоном отчетов. Продолжаем следить за публикацией данных. Ну и будем это обсуждать уже в наших следующих видео. Не забудьте поставить лайк, если оно вам понравилось. Вопросы оставляйте в комментариях. Ну и мы с вами увидимся в среду. И продолжим разбираться, что происходит на рынке. И на что важно обращать внимание. Всем спасибо за внимание. И до свидания. Продолжение следует...